МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Гапутина. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Не перевелись еще богатыри на земле нашей. Честование ефрейдера Ильи Косюка, спасшего ребенка. Сергей Лободинский отметил, что только неравнодушный человек, сильная личность, человек с высокими нравственными принципами смог так поступить. Беларусь не изолируешь. Про нее знают, про нее слышат, знают нашего президента. Литмотив встречи государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Беларусь чествует аграриев. 17 ноября – профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне губернатор Брещен и Петр Пархомчик чествовал ветеранов и руководителей предприятий области, посвятивших свою жизнь в сфере сельского хозяйства. В Бресте прошла Республиканская научная конференция «Практическая психиатрия. Интеграция в общесоматическое здравоохранение. Проблемы и пути решения». Мероприятие, собравшее ведущих мэтров отечественной психиатрии, приурочено к 60-летию Брестского областного психоневрологического диспансера. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. Начинаем с новости, которая на этой неделе облетела всю страну. Новости, которая заставила задуматься многих об ответе на вопрос «А я смог бы?». В Бресте эфиретор Илья Косюк, военнослужащий 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 13 ноября спас жизнь 4-летнему мальчику. Как это было, постараемся воспроизвести со слов Ильи Косюка. «В 15.00 я вышел из дома, сел в свой автомобиль, для того, чтобы ехать на службу. Слышал крик ребенка, он уже кричал, звал бабушку. Я подумал, как на улице, гулял, может, ребенок с бабушкой упал и кричит. Не особо дал ему какое-то значение. Увидел уже, как женщина рядом пробегает. Я уже посмотрел туда и увидел, как он уже висит на его веревке. Третий этаж? Третий этаж. И сразу побежал туда. Подбежал, стоял с курткой в руках. Сначала мы с этой женщиной держали куртку вместе. Потом она быстренько побежала туда на третий этаж, в квартиру. Там никого не оказалось. Потом она спустилась. Я, честно, не помню всех подробностей. Я смотрел наверх, на него, ожидал уже, ну, в любой момент он отпустит руку. И он отпустил. Он отпустил и упал ровно в руки. То есть куртку я отпустил и словил его, как подкидываю малышей. То есть вот так он мне в руки упал. Коротко и по факту. Но каждый понимает, чтобы действовать разумно, без эмоций в этой ситуации, нужно иметь недюжинную силу воли, выдержку, умение четко все рассчитать. Ведь от молниеносно принятого решения зависела жизнь маленького человека, четырехлетнего мальчишки Миши, который благодаря Илье Косяку при падении не получил травм, но очень испугался, уже в крепких руках ефрейта разрыдав во весь голос. Такой поступок оставить без внимания невозможно. Сегодня Илья Косяк был приглашен на встречу с руководителем города Сергеем Лободинским. Мэр Бреста отметил, что только неравнодушный человек, сильная личность, человек с высокими нравственными принципами смог так поступить. У самого такое чувство гордости за то, что у нас есть такие люди, которые во имя жизни и спасения наших детей самоотверженно показывают и подтверждают не просто военную выправку, преданность, наверное, собственному какому-то цели и задаче, характеру, потому что во всем этом стоит простой Илья Игоревич, который, невзирая на какие-то эмоциональные вещи, сориентировался и спас этого ребенка. Этими действиями вы подтверждаете, наверное, ценность человеческой жизни, ценность того, наверное, то, что было заложено нашими предками, того генетического кода, где подставь плечо и поддержи при любой ситуации. Это вот славяне такие люди, а белорусы это, наверное, со знаком качества, еще в год качества, когда они, как это, невзирая на любые трудности, которые всегда могут поддержать и подтверждают это своё действие. Илья Игоревич, я хочу от себя, наверное, хочу от себя в благодарности дать самую почетную грамоту, которую я сказал в полном случае, я хочу от себя, наверное, дать самую почетную грамоту, чтобы у нас таких людей было в десятки раз больше, и, наверное, от всех причем просто сказать огромное спасибо. Ну и, как полагается, это цветы и ценный подарок, который, так скажем, немножко украсит в качестве благодарности наше желание отметить ваш посток. Спасибо. В современном кинематографе сегодня появляется все больше фильмов о героях былых времен, в том числе и о сказочных персонажах. Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. Были иные богатыри, спасавшие земли славянские от нечисти иноземной. И приходят на ум слова из русских сказок. Не перевелись еще богатыри на земле нашей, не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Брест всегда был военным городом. И, наверное, не случайно Илья, пройдя, или, так скажем, в ожидании уезда от этого дома, был там. Потому что действительно есть на Руси, а у нас на Беларуси, вот эти герои, богатыри, которые ценой своей жизни всегда заступались и защищали обиженных, младших, спасали людей для того, чтобы, наверное, показать вот этот дух наших славян, нас, белорусов, что любое действие, которое, наверное, идет против нас, оно только укрепляет. И всегда говорили, что беда объединяет людей. И, конечно, может, это не тот случай, но сам факт, что не растерялся парень, подставил свои руки для того, чтобы спасти этого ребенка. И самое главное, что он сегодня жив, а он, как человек, подтверждает вот эту человеческую ценность жизни, свое отношение. И дай бог, чтобы каждый из нас на этом примере сделал самый главный вывод, что всегда оставаться в любой ситуации человека, поддержать, потому что очень важно, имея, как это, 100 друзей, иметь одного надежного, который всегда тебе может не только словом, но и делом подставить свое крепкое мужское плечо. Илья Муровец. Илья Муровец. Спасибо. Поэтому здоровья, да, и ребенку, ну и родителям, конечно, благодарить за этот поступок, потому что для нас Брещан, это, ну, такая очень высокая оценка его поступка, потому что это, не каждый на это отважится, и не каждый в такой ситуации может собраться, да, и сделать то, что невероятно получилось у него. Поэтому дай бог им всем здоровья, нам всем Брещанам мира, тепла, уюта, и, наверное, самое главное, вот этой человечности, людскости нашей белорусской. Уже в ближайшие дни Илью Косюка ждет встречи с командующим войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майором Вадимом Суровым. Молодой человек является уроженцем Брестской земли, он достаточно скромный парень. Когда он проходил аттестационную комиссию, я обратил внимание на него еще в тот момент, поскольку он уже к тому моменту прошел срочную военную службу, имел опыт трудовой деятельности, он из полной семьи учился, работал, и никакие сферспособности не выдавали в нем героя. В настоящий момент меня переполняет чувство гордости за своего подчиненного, и, как говорит сам Илья, любой на моем месте поступил бы точно так же. В настоящий момент командир бригады пригласил его маму, мы встретились с ней в воинской части, сказали ей большое спасибо, провели экскурсию по территории бригады. В отношении молодого человека будет возбуждено ходатайство о представлении его государственной награды. В понедельник его встречает на военном совете командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Суров Вадим Александрович. И там, на этом мероприятии, мы уже будем предпринимать дальнейшие шаги по его поощрению. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном для общества и для каждого из нас. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что изобилие информации не гарантирует ее достоверности. А ведь последнее является чуть ли не главной ценностью в современном мире. А это значит, что помимо знакомства с огромным количеством новостей и сведений нужно уметь отделять зерна от плевел. И зачастую, чтобы точно понимать, что правдиво, а что вводит в заблуждение, необходимо сведения человека, кто непосредственно связан с затрагиваемой темой. И вряд ли у кого-то получится лучше донести информацию о складывающейся военно-политической обстановке как внутри страны, так и за ее пределами, чем у государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича. На этой неделе состоялась встреча руководителя силовых структур с трудовым коллективом «Савушкин продукт». Наши корреспонденты побывали на этой встрече и узнали подробнее о тех вопросах, которые сейчас волнуют людей. Компания «Савушкин продукт» лидер молочной отрасли Беларуси входит в первую тройку крупнейших молочных компаний СНГ. Но чтобы занимать и удерживать такие высокие позиции, предприятие пережило не один процесс модернизации, постоянно развивалось и расширялось. И теперь компания не только возглавляет рейтинг эффективно работающих предприятий пищевой отрасли страны, но и вот уже более 15 лет является фаворитом потребительских предпочтений беларусов. Разнообразная, а главное вкусная и качественная продукция представлена во всех регионах Республики Беларусь, а также в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья. В компании трудятся и развиваются более 8 тысяч человек, а потому именно здесь состоялась встреча руководителя силовых структур с трудовым коллективом «Савушкин продукт». Я вот сегодня выступаю перед одним из лучших коллективов Брестской области, да и вообще коллектив, который знают, наверное, не только на территории Республики Беларусь, а знают и за пределами предприятия «Савушкин продукт». Это, наверное, один из наших брендов, брендов, который известен далеко за пределами нашей страны. На уровне Белаза, Маза и других предприятий промышленности, про которые мы сегодня уже вспоминали и говорили. Руководство завода попросило приехать и выступить, ответить на вопросы работников завода. Граждан интересуют разные вопросы. Вопросы, связанные с политикой, что сегодня происходит, скажем так, за пределами нашей страны, как мы готовимся к выборам, ну и другие вопросы. Встреча с трудовым коллективом «Савушкин продукт» получилась продуктивной. Брещан интересовал разный спектр вопросов, которые касались обстановки как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь рассказал про вопросы геополитической обстановки, про политические процессы, которые протекают в мире и о многом другом. Людей это сегодня волнует прежде всего. Многие вещи, связанные с подготовкой и выборов, как будут проходить выборы, что делать. Все вот эти вопросы, которые интересовали людей, мы попытались, я попытался на них ответить, но рассказал про обстановку. Поэтому получилась нормальная, хорошая беседа. Чувствуется действительно настрой, настрой, на серьезный настрой, на обеспечение безопасности. Народ готов делать все возможное, чтобы наша страна оставалась такой же, вот цветущей, процветающей, независимой, и трудиться, выполнять свои задачи. Встреча с таким большим трудовым коллективом была организована не просто так, ведь помочь разобраться людям в таком непростом вопросе, как складывающаяся военно-политическая обстановка, как внутри страны, так и за ее пределами, необходимо. Как известно, изобилие информации не гарантирует ее достоверности. У нас все-таки на сегодняшний день работает 8 220 человек. Если братья наших пенсионеров, которых мы абсолютно не забываем, они наши члены коллектива, которые отработали и 20-30 лет, на 9,5 тысяч человек на сегодняшний день. 7 площадок, 9 колхозов, которые мы объединили, 4 естественно. Это важно людям слышать с первых уст всю правдивую информацию, для того, чтобы принимать правильное решение. Я как руководитель тоже, когда мне начинают где-то выводить в сторону, всегда или в рот начинают. А есть и такие моменты, понимаете, тяжело принимать управленческое решение. Так и это. Понимаете, люди, каждый человек себе всего-то в голове держат. Когда он услышал правдивую информацию, начинает где-то и переориентируется. Прояснить волнующие темы и ответить на интересующие вопросы, которых было немало, Александру Вольфовичу удалось. И красной нитью на протяжении всей встречи проходила лишь одна тема. Политика Республики Беларусь нацелена на мир и развитие. Мы продолжаем программу «Итоги недели» и переходим к темам праздничным. Продовольственная безопасность, благосостояние населения страны, социально-экономическая стабильность сегодня во многом зависит от тех, чей труд ежедневно развивается в сельском хозяйстве. Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Достижение агропромышленного комплекса – это заслуга как рядовых работников, которые обрабатывают землю и выращивают хлеб, овощи и фрукты, производят молоко и мясо, так и специалистов данной отрасли, руководителей, ученых аграриев, работников социально-культурной сферы на селе. С праздником поздравил ветеранов и руководителей предприятий области, посвятивших свою жизнь нелегкому делу, председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик. Янина Даниленко продолжит тему. Брестская область подводит итоги работы агропромышленного комплекса и празднует День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Многовековые аграрные традиции, передаваемые с поколения в поколение, поддерживают статус области под номером один. Глава областного исполнительного комитета Петр Пархомчик поздравил ветеранов труда и подчеркнул значимость трудящихся на сельской Неве. Только наши аграрные могут праздновать свои результаты на протяжении всего календарного года. Многие, я как промышленник со стажа 50 лет, всегда завидовал работников сельского хозяйства по этому большому количеству мероприятий. И только вот стал губернатор осознал, что это справедливо, что это абсолютно правильно, потому что вы обеспечиваете безопасность нашей страны, вы работаете 365 дней в году, не взирая на те выходные, которые описаны по Конституции. Поэтому всех с этим праздником всем хорошего, бодрого настроения семьям вашим и коллективам. На торжественном мероприятии глава области озвучил результаты работы за 2024 год. Очевидно, что в экономике Брестской области значительная роль принадлежит агропромышленному комплексу. На протяжении многих лет первый регион сохраняет лидерские позиции в республике по темпам роста продукции сельского хозяйства, продуктивности скота, товарности и качеству молока, экспорту продуктов питания. Брестская область подходит с хорошими результатами. И уже звучало, что мы и сегодня по производству молока, и по урожайности, и по плотности поголовья в сельском хозяйстве находимся на лидирующих позициях. Это первая, вторая, но в крайнем случае третья. Поэтому уровень высокий, потому что у нас трудолюбивые люди в сельском хозяйстве трудятся, и этот уровень достигается именно от их неответственности и любви к тому делу, что занимается. Глава государства поставил перед нами и перед областью задачи более серьезные, и мы будем работать для того, чтобы задачи выполнять. Эти результаты, они не появляются сиюминутно. Это результат труда и вклада в достаточно длительные периоды наших ветеранов сельского хозяйства, их труда поколений, потому что уже поколения меняются. Ну и, конечно же, тут сегодня идем дальше. Губернатор сегодня озвучил задачи дополнительные. Ну и, как говорится, кто хочет, тот ищет возможность, а кто не хочет, тот ищет причину. За достойный труд высокие награды. Ветераны и руководители предприятий были отмечены грамотами и благодарностями Пресского областного исполнительного комитета. Всегда первый регион отличался и высокими удоями, и по урожайности. Задачи, конечно, нам были поставлены еще на дожинках, когда президент отметил, что мы должны все-таки намолотить 2,5 миллиона тонн. Поэтому я думаю, что каждый, который здесь и собрался, будет влажать все силы и все силы, чтобы эту планку преодолеть. Без кадров решить проблему невозможно, поэтому мы для них создаем условия для работы. Они эффективно работают и получаем отдачу во всех отраслях, то ли животноводство, то ли растеневодство, механизация. Поэтому коллективная работа, она всегда дает результат. Сельское хозяйство всегда было одним из основных занятий белорусов и в настоящее время играет значимую роль в благосостоянии, экономике и развитии страны. И все это становится возможным благодаря трудолюбивым рукам дружников села. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста. Двусторонние торговые отношения между Белоруссией и Турцией носят взаимодополняемый характер. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество между двумя странами, в первую очередь благодаря турецким компаниям, которые работают в свободных экономических зонах Белоруссии. Грамотно выстроенная политика сотрудничества работает уже на протяжении многих лет, потому как дипломатические отношения между двумя странами были установлены еще в 1992 году. И они не только сохраняются, но и с каждым годом развиваются. В подтверждение вышесказанного визит в Брест чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джема Ишика в многофункциональном центре первого региона состоялась встреча руководства области и города с представителями турецкой дипломатической миссии. Главная тема разговора заключалась в том, что Брестская область и Турция нацелены укреплять сотрудничество по различным направлениям. Ирина Левчук продолжит тему. Турция и Беларусь проводят активные диалоги, развивают плодотворные дипломатические отношения, основанные на согласованных принципах многие годы. И это взаимовыгодное сотрудничество продолжается. Так, встреча, которая состоялась в первом регионе, очередное тому подтверждение. Это первый визит чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики Гючлю Джема Ишика в Брестскую область. А потому приём был дружелюбным, а знакомство с преимуществами юго-западного региона, развитием экономики и достопримечательностями было основателем, при котором сразу находились точки для взаимовыгодного развития. Поэтому здесь можно тоже рассмотреть возможности как с белорусской стороны наших туристов, которые каждый год стремятся отдохнуть в Турции. Вот в туристический период у нас сейчас осуществляются чартерные рейсы, но я думаю, что эту тему можно было более глубоко развить, потому что, скажу, много желающих отдохнуть в вашей прекрасной турецкой стране. И такому большому количеству желающих отдохнуть в Турции есть логическое объяснение, ведь эта страна гораздо больше, чем тёплое море и ухоженные пляжи. Это ещё и великолепные мечети, памятники природы, античные развалины, скалы и пещеры. Здесь соединяются Запад и Восток, происходит смешение древностей и современного образа жизни. Кроме того, Брест и Анталия – города-побратимы, которые работают для укрепления дружеских отношений между турецким и белорусским народами. Да, безусловно, города являются побротимами. И как вам известно, белорусские туристы предпочитают отдыхать в Турции. И ежегодно мы отмечаем рост количества туристов. Из всех городов и направлений, в которых можно отдохнуть в Турции, Анталия пользуется спросом. Безусловно, побротимство всегда являлось очень важным с точки зрения наведения контактов или устранения возможных препятствий при выстраивании отношений между странами. Важно уметь правильно распоряжаться имеющимися возможностями. И в контексте развития отношений между городами-побратимами, после визита в Брест, уже вернувшись к себе в Минск, мы проведем встречи с компетентными структурами в Анталии, чтобы придать динамику отношениям. Сегодня Брестская область – это развитый агропромышленный регион, который вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Продукция предприятий области экспортируется в 88 стран мира. В регионе работает капитал из 34 государств. И останавливаться на достигнутом никто не планирует, ведь взаимовыгодных и перспективных предложений множество. У нас есть все возможности выполнять друг друга. Естественно, увеличить наш внешний торговый оборот между Брестской республикой и Брестской областью. Результаты с 8 месяцев они не такие впечатляющие, как, скажем, с другими странами мира. Экспорт нашей продукции за год превышает 4 миллиарда долларов. А мы с вами за 8 месяцев товарооборот составил 43,7 миллионов долларов. Моим коллегам и господинам нужно в этом направлении четко поработать, найти эти точки соприкосновения, чтобы наш баланс имел хорошую положительную динамику, но большой перед длинной перспективой не только в этом году, но и последующей. В ходе дружественной беседы стало ясно одно – необходимо развивать двустороннее движение в сотрудничестве между странами по разным направлениям, в перспективе улучшения торгово-экономического, социально-культурного сотрудничества и других. Я начал изучать страну, посещая различные регионы. И вот сейчас, оказавшись в Брестской области, я также смотрю, какие возможности для нас, для развития отношений существуют. С господином губернатором у нас состоялась очень продуктивная и результативная встреча. Он прекрасно представил регион, привел ряд показателей, которые очень впечатляют. Конечно, нам, как посольство, выпадает заниматься развитием отношений между странами, развитием отношений во всех сферах. И в каждом случае я отмечаю, что дружественными являются наши народы и страны. Близкие отношения поддерживают главы наших государств. Нам же, как представителям посольства, выпадает развитие отношений торговых, гуманитарных, политических между нашими странами. Нынешний визит носит изнакомительный характер, но, несмотря на это, готовность к продолжению политического диалога, укреплению торгово-экономического взаимодействия есть. Ирина Левчука, Дород Бакунович, Юрий Льмонтович, Новости Бреста. Психическое благополучие позволяет людям справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, реализовывать свой потенциал, успешно развиваться и вносить вклад в жизнь общества. Кроме того, психическое здоровье имеет решающее значение для личного, общественного и социально-экономического развития. Важное событие в сфере психиатрии прошло в Бресте. Лучших специалистов со всех регионов страны объединила Республиканская научная конференция «Практическая психиатрия. Интеграция в общесоматическое здравоохранение. Проблемы и пути решения». Посвященная 60-летию образования учреждения здравоохранения «Брестский областной психоневрологический диспансер». С подробностями Янина Даниленко. Для совершенствования профессиональных знаний психиатрии специалисты со всех регионов Беларуси приняли участие в Республиканской научной конференции «Практическая психиатрия. Интеграция в общесоматическое здравоохранение. Проблемы и пути решения». Поводом стал 60-летний юбилей образования учреждения здравоохранения «Брестский областной психоневрологический диспансер». «60 лет назад образовался психоневрологический диспансер города Бреста. Он является ведущим учреждением Брестской области и курирует практически все вопросы, которые лежат в области психиатрии в Брестской области. Благодаря этому юбилею мы сегодня здесь собрались и у нас будет прекрасный повод опять обсудить все проблемные и непроблемные вопросы, которые лежат в психиатрии и наркологии в Республике Беларусь. Сейчас в психиатрии новая веха. Мы учитываем мировой опыт развития психиатрии и, конечно же, стараемся внести в него тоже свой вклад. Интенсивно разрабатываются новые методы, новые подходы к лечению пациентов с психическими расстройствами и внедряется практическое здравоохранение». «Наш диспансер завоевал хорошие позиции не только среди населения и имидж, не только среди населения нашей области, но и далеко за ее пределами, потому что работают в командах высоких профессионалов, которые отличаются чуткостью, добротой и отзывчивостью к людям. И я думаю, что все материалы, лекции, заслушанные сегодня на совещании, они будут применяться в повседневной практической деятельности в психиатрии». С заботой о жителях региона Брестский областной психоневрологический диспансер 60 лет активно отслеживает рост психических расстройств и ищет пути решения проблемы. Одним из таких стала закупка оборудования транскраниальной магнитной стимуляции в рамках программы «Здоровье народа». Рост психических расстройств последние годы действительно большой. В связи с этим, я считаю, очень актуальна сегодняшняя конференция, так как на ней будет в том числе рассказываться и делиться опытом лечения психических расстройств. У нас есть новые методики лечения, в том числе и пограничных расстройств, такие как транскраниальная магнитная стимуляция. Этот аппарат мы закупили благодаря государственной программе демографической безопасности и здоровья народа. Этот аппарат единственный на сегодня в психиатрии Брестской области и такой же аппарат еще в РНПЦ психического здоровья есть. И вот активно в нашем стационаре внедрен этот метод лечения как больших психических расстройств, так и пограничных, в том числе и панических расстройств, депрессивных резистентных расстройств. То есть это неинвазивный метод лечения психических расстройств. Одной из главных тем, озвученной в конференц-зале Брестского областного исполнительного комитета статистика и методика лечения психических расстройств у детей. В связи с ростом кризисных состояний, психических расстройств и суицидов юной части населения возникла и потребность стационарного пребывания пациентов. Вопрос поддержал глава области, благодаря чему уже стартовала реализация инвестиционного проекта по открытию детского стационарного отделения на 25 мест. На сегодняшний день практически внутри мы все сделали, но еще ожидаются у нас, наверное, первый-второй квартал следующего года, ремонтные работы, безбарьерная среда, то есть там и лифт будет, то есть все то, что обеспечит доступность и детям-инвалидам, и детям с особенностями психофизического развития, доступность стационарной, дневной стационар помощи и амбулаторной помощи в одном здании. Это наша, наверное, самая главная задача на 25-й год. Основной предмет изучения психиатрии – патология психической деятельности. Задачи, которые стоят перед областным психоневрологическим диспансером – организация психиатрической помощи населению. На сегодняшний день тренд психиатрии в мире изменился, и основная идея состоит в том, чтобы увести даже сознание людское от идеи, что душевные больные должны находиться в психиатрических больницах. Речь идет о том, что от психиатрических клиник нужно идти в сторону восстановления людей и возвращения их жизни. И это та ситуация, которая сегодня на конференции должна быть обсуждена. Мы планируем говорить о современных тенденциях в развитии психиатрии и способах дестигматизации ее, то есть прекращение наклеивания ярлыков на лоб пациента для того, чтобы они возвращались к жизни, рожали детей, создавали семьи, получали образование и делали благо для всего общества. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты Бук ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение и семейный канал Бук ТВ. Я Виктория Гапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова